Добрый всем вечер и сегодняшняя тема, я не знаю, в этом месте надо рассказывать или в начале надо такие вещи рассказывать, но мне показалось, будет полезно почитать, что говорят, ну, почитать, рассказать, что говорят на тему о заработках такие классические источники, причем в стиле Хасидском, ой, в стиле не Хасидском, извините, я оговорился, в стиле Харидин. Вот в Израиле усилиями некой партии, какой у нас есть, политической партии, которая в Кнесте представлена, есть упорный разговор о том, что Харидин не работают, бездельничают и так далее, а сидят в Ешимах. И, естественно, к этому должна быть приложена некоторая, ну, давайте говорить современным языком, некоторая идеология, какое-то идеологическое обоснование. Я хочу там сразу оговориться на тему политической составляющей. Вообще-то, так как мне приходилось говорить на эту тему с политиками, я словом политик называю любого человека, который соседает в Кнесте. Значит, приходилось говорить на эту тему с политиками, не из этой партии, а другими, которые, когда говорили, когда им, при них говорили, что неплохо бы всех Харидин выдать на работу, ну, и так далее, те хватались за голову и говорили, что ты хоть понимаешь, сколько рабочих мест ты собираешься сейчас отнять у людей. У нас рынка труда такого нет. Но, на самом деле, все намного сложнее ситуация, потому что там хватает работающих людей, много работающих, тяжело работающих. Там по-разному все устроено, и этот мир... Снаружи очень трудно узнавать, надо некоторое время пожить внутри этого мира, чтобы их понимать. Но, естественно, то, что я сегодня собираюсь заниматься, это такой, может быть, неожиданный для такого курса взгляд, это вот идеология вот этого Харидинного мира по отношению к... Ну, называется это Харей-Парнасауме. Например, вот книжки, на эту тему есть у них несколько книжек. Причем, вот чтобы было понятно качество этих книжек и темы, на которые они склоняются, для образца была выпущена как-то книжка в Харидинном мире. А вы учтите, книжка Харидинного мира, она сразу узнается даже по внешнему миру, в виду на ней должны быть, ну, например, «Госкомот». «Госкома» — это утверждение известного раввина, известного, не любого, а известного раввина, о том, что он либо прочел эту книжку и нашел полезный и хороший, либо совершенно фантастический вещь. Я знаком с автором этой книги и считаю, что ничего плохого он написать не может. Этих «Госкомот» может быть в начале книг безумное количество, но я могу сейчас открыть какую-нибудь книжку в газете. Так вот, как-то там вышла книжка, где автор призывал тех, кто читает такого сорта литературу, что надо бы в детей учить сразу какому-то еще и ремеслу. Не только Тори, но еще и ремеслу. По поводу этой книжки было сказано, как только она вышла, через некоторое время она дошла до крупных раввинов коридивного мира, которые сказали, что все это провокация. Эту книжку не надо обращать внимания, это просто провокация. И ситуация выглядела так. Все-таки вот исторически мир Ешив – это очень специфический мир. Он в каком-то мере замкнут на себя. И человек, я дойду до этого, это идет с очень древних времен, и сразу скажу, что, например, пока, ну там длинная история изменения школ в Израиле, в Израиле это в народе Израиля, длинный-длинный очень рассказ, он интересный на эту тему, огромное количество литературы, очень много плохих исследований, хороших исследований, там чего только нет на эту тему. Тема, естественно, в наше время популярная, и всякие люди, которые занимаются педагогикой, любят писать. Но вы можете посмотреть, с каким скрипом в хедеры, то есть школы для маленьких, и в более старшие школы продвигались светские дисциплины. Что удивительно, потому что, например, я все-таки читал, на эту тему достаточно много, и помню, древние, так оно так называется, уставы школ, древние это 12, 14, 15 веков, французские, итальянские, где просто прямо в самое известное, скажем, 15 века, французское такое постановление, которое требует обязательное обучение всех в школе до 11 лет там, мальчиков, естественно. Значит, обязательное обучение письму, счет, ну там арифметика обязательная была, счет язык окружающего народа, так и написано, то есть французский, ну и еще подобное. То есть на самом деле как-то учились. Но хридивный мир – это мир ешив. А ешива – дело такое, что человек, который там учится, у него ни на что не остается времени. И вот здесь начинается проблема, которая еще одним способом актуальна. Если кто-то следит за текущей политикой, то может заметить, например, что Илон Маск, не к ночи будет помянут, пытаются убедить, что надо прекратить финансирование колледжей, гуманитарных колледжей. Почему? Потому что они не дают профессию и не позволяют выпустить оттуда человека в мир, где зарабатывают деньги. Поэтому гуманитарные колледжи, когда оттуда выпускают это самое, то финансирование довольно бессмысленно. Вы не помогаете людям приобрести профессию. Значит, применительно к миру ешивот, то ешива нетрудно догадаться, сколько нужно раввинов в Израиле. Немного. Можно прикинуть, сколько людей такого рода заведений могут получать деятельность, связанную с тем, чему они учились и учились много. Немного. Но в ешивах учится очень много народу. И вот тут начинается некоторая проблема. Талмит-хахам. Тот, кто учится в ешиве, он учится на человека, который, ну то, что в этом мире, называется торато-эмунато. Этот термин очень древний. При этом эмуна, вот слово вера, здесь употреблять, это наивный человек, ее толкует именно от слова вера. Эмунато в данном случае здесь корень уман, ремесло. То есть тара его ремесло, буквально вот так. И вот здесь возникает вопрос. Если человек не начинает профессионально заниматься вот этой деятельностью, то, а таких еще раз, тех, кто профессионально занимается этой деятельностью, немного, даже процентах считает ничтожное количество, то вот здесь начинается проблема с отношением к ремеслу и хайей-парнаса, то, что есть хайей-парнаса. к заработку. То есть на самом деле я пытаюсь сейчас сказать некоторую довольно любопытную вещь, что если мальчик в Ешине показывает хороший результат и хочет продолжать этим заниматься, он фактически обречен на бедность и по-другому и не может быть. Естественно, когда эти мальчики женятся, то им надо кормить семью и как-то зарабатывать наше. Что входит в полное противоречие с тем, чему ему готовили. Потому что как бы готовили ему к тому, что надо учиться. И в связи с этим огромное количество текстов, написанных именно на тему насколько человек обязан зарабатывать или он должен вот теперь вопрос, что он должен, ежели он не зарабатывает. Надеяться на чудо, что заработок появится. в результате появляется довольно любопытная комбинация текстов, которые имеют стандартные ссылки на талмуд, вполне стандартные, там ничего неожиданного, как бы тот, кто их прочел с десяток таких книг, уже знает практически все ссылки, с которыми он столкнулся. и первое, что в этих книгах обсуждается, это неожиданная тема, нужна ли работа, обязан ли человек работать, то есть есть ли религиозный труд трудиться, религиозный долг, извините, я говорился, религиозный долг работать. Вот замечу, ни у кого нет сомнений из этих авторов, что человек должен учить Тору. Вопрос о том, что там всякий человек должен учить Тору, это не подлежит сомнению, и с какое-то время, это общее место, какое-то время любой рабочий человек, работающий человек, должен уделить Тору, причем в Талмуде есть, например, высказывание «Утро выучить пару стихов из Танаха, вечером выучить, выучить, прочесть, выучить пару Мишнает, пару текстов Мишны, еще что-нибудь, и долг ежедневного учебы Торы этим выполнить. Более того, для того, чтобы продемонстрировать, как это работает, в утреннее благословение на изучение Тора есть, ну, их парни, славеники. Значит, за ним идет некоторый текст. Он во всех седурах стандартный текст, значит, три стиха из четыре, стиха из Торы, и это благословение Коэниф, текст, который евреи из древнейших времен очень любят, и еще два отрывок небольшой из Мишны, и отрывок небольшой из Талмуда на тему той же Мишны. Все, вот человек, который это прочел, выполнил свой долг учиться на сегодня. Как бы предполагается, что дальше можно не учиться, ну, хотя маловато, но вопрос в этом мире, он перевернутый, а именно может ли, должен ли человек работать? Вот первый вопрос, он может оказаться неожиданным. Есть ли религиозный долг трудиться? или труд это такое проклятие, которое человек, труд, я имею в виду подслову, такое проклятие, которое человек должен, ну, ради пропитания что-то делать, ему приходится, но вообще чем меньше, тем лучше. И обычно здесь появляются совершенно потрясные высказывания из Талмуда. в конце трактата Кедушин есть потрясающие по красоте высказывания, которые я всегда очень любил, а именно раби Шимон Бар-Алиэзер говорит, никогда в жизни я не видел, чтобы олень работал мясником, чтобы лев работал грузчиком, чтобы леса работала продавцом магазине, и они получают пропитание без страданий. Но они ведь созданы только для того, чтобы служить мне, а я создан для того, чтобы служить своему создателю. Как эти, которые созданы только для меня получают пропитание без забот, то я, который создан, чтобы служить своему создателю, тем более должен получать пропитание без забот. Но я, человек в данном случае, испортил свои дела и лишил себя своего, сделал трудным свое пропитание, поэтому вынужден трудиться. То есть, на самом деле, мысль там простая, что смотрите, идеальный человек, Адам решил. Вот когда мы читаем такие вещи, всегда надо иметь в голове одну мысль, всегда учитывать, что автор считает райским садом, что автор считает идеалом, какой мир, причем это полезно иметь в виду, когда вы читаете самые странные книги иногда, ну, например, значит, вот понятно, что автор этого текста считает, что идеальный мир – это райский сад, где человек получал пропитание без трудов, ел, кушал яблок из деревьев, условно, фрукты из деревьев, и ни в чем не нуждался, правда, ну, к этому надо добавить, что и ему одежда была не нужна, и за девушками ухаживать было не надо, ему на дом доставили девушку, и он был, вот, чем он занимался, это такой любопытный вопрос в это время, ну, в представлениях, о которых мы говорим, он жил духовной жизнью, то есть это такой не первобытный человек, который, да, наелся, и ему делать больше нечего, нет, он жил какой-то духовной жизнью, почему сегодня приходится трудиться потому, что человек проклят. И я сразу хочу оговориться, вообще эта позиция ничего не меняет в вопросе есть ли религиозный долг трудиться, потому что после проклятия он может появиться, в конце концов, тара была дана после того, как человек был изгнан из райского сада. Неважно, как вы понимаете, это проклятие, есть там разные взгляды, но тем не менее тара была дана после этого сада. Но, как это ни странно, а это всегда полезно представлять, что вообще у недорожей такого сорта, у притч такого сорта есть дублеты. Имеется ввиду, что варианты их приведены в разных сборниках Агады. И вдруг неожиданно мы обнаружим то же самое в Медраше. И там звучит это так. Велика, велико, велик труд млаха, что много животных создал, создание создал Всевышнего в своем мире, но труд предоставил только людям и никому иному. И Раби Мейер говорил, никогда я не видел льва, работающего грубчиком, и медведя, работающего мясником, и лису, которая работала продавцом. Или одно из животных, которое занимается трудом. Почему же людям дан труд? Не потому, что они ничтожны, а потому, что труд это великое благо. то же самое рассуждение. Кстати, между прочим, цвикает олень, мясник, медрошед, доф, мясник, это куда лучше, образнее точнее. Думаю, что в талут скопирован неудачный вариант, это я гадаю. Все-таки медведь, не сник, это красиво. Но замечу, что в другом медрошеде вдруг неожиданно говорится, почему животные не трудятся, потому что они недостаточно хороши для этого. Поэтому человек должен трудиться. Хочу заметить, что это скорее не проблема, это проблема, которая есть в талмуде, и она действительно часто поднимается, это вопрос является ли труд проклятием, или которая человеку необходима для заработка, но вообще-то лучше бы не трудиться, или труд это благословение, как Раби Мея это говорит. И человек как бы трудится ради, потому что это прекрасно. Я хочу обратить внимание, что вообще эти две взгляды, вот, извините за замечание, но может быть, вот, когда вы, если вы немножко знакомы с культурой, скажем, европейской, и вам доводилось читать книги, то где-то в середине 20-го века, скажем, в русской литературе, ну, в советской но она, это русская на самом деле литература, то о чем я говорю, потому что это вы встречаете у самых разных авторов, там регулярно появляется счастье ремесла, вот такое понятие, ну, счастье ремесла, не изведали счастье ремесел, это Высоцкий, но если там Твардовского вы в школе проходили, то вы можете, там у него есть несколько на эту тему гимна в труду и о том, какое-то счастье, но вы это же находите у Мандельштама, например, который, человек, который, ну, жил, как бы это сказать, тяжело, но при этом с ремеслом было у него как бы не очень, но при этом он понимал, что это счастье ремесла какое-то, это вот такие два слова, но мы сейчас говорим о другом, значит, должен ли человек трудиться или если он, например, разбогател, то зачем ему это делать, что обычно делается, вот поймите простую есть как бы два взгляда на мир по этому поводу. Я говорю о взгляда людей Торы. Значит, что обычно говорится? Вот те, кто считает, что человек должен трудиться, они обычно говорят простую вещь. Наши праотцы все трудились. Яков говорит, я из всех трудно, я из всех сил служил вашему отцу, работал на вашего отца. Днем меня пожирал зной и мороз по ночам. Значит, в конце концов, начало нынешнего человечества, которое мы считаем от Ноаха, и начал Ноах филах, вот тут, кстати, в Таргуме, к Ноаху применяется слово в филахе. Вы знаете, палах это арамейское слово означает трудиться, работать, а вот филах крестьяне, да, это вот это слово, трудяне. Ну, для, ну, на востоке так называют крестьяне. Филахи арабское слово, которое путешествует по всем языкам, а слово на самом деле арамейское оно очень. Так вот, Ноах называется филах, крестьяне, в Таргуме. Ишь Адама переведено так. И что он сделал, посадил виноградник. И так далее, и так далее. В конце концов, точно так же говорится, что, господа, вы, когда говорите про самого знаменитого раввина всех времен и народов, то это Мошера Бэйн. Мошера Бэйн кем работал? Он вначале был принцем египетским, а потом он занимался тем, что стал пустухом у своего теста. Поэтому мы видим, что работа это называется «берите пример в прородцов», где все трудились. Йосеф трудился, все трудились. Примеров можно привести достаточно много. Точно так же огромное количество цитат из Талмудов по поводу того, что большинство наших мудрецов тоже были ремесленниками. приводятся в таких случаях истории о том, что Гилэль рубил дрова, Раф Гуна у нас был водоносом. Значит, что там еще? Раби Йохан Санделар, тут споры по поводу, он сам был сапожником, башмачником на самом деле, или это от предков его профессия, но зато значит да, кстати, этим же занимался еще пара равинов из известных это самое. Раби Йохан был этим самым похоже, что кузнецом. А вот упомянутый Раби Мейр, который сказал, что человек получил в дар возможность трудиться, это он был профессиональным писцом, переписчиком книг. Но совершенно замечательная история, что кто-то там землемером был, кстати, поверьте, очень бредная профессия, именно землемер, кто там еще можно вспомнить. Один из Амараев довольно известный, у него была потрясающая профессия, он был цирюльником, об этом чуть-чуть ниже. То есть как бы все трудились. А и здесь происходит очень смешная вещь. Когда Рамп пишет, что мудрец не должен получать зарплату от общины, он должен жить на свои деньги, это надо читать количество людей, и он в качестве аргумента как раз приводит список подобных того, которого я только что привел, то количество возражений там они довольно любопытны и так далее, и так далее. Но еще раз, вот эти примеры те, которые приводятся в, вот на которых учат. То есть когда приходит человек и говорит, вот трудились эти, 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 те самые люди, с которых мы берем пример, тем самым труд это благородное дело, потому что наши праотцы трудились, а значит это благородное дело, раввины Талмуда трудились, значит это благородное дело, значит трудиться это благородное дело. Я хочу заметить Что при этом еще раз Против этого Что противопоставлено Это всегда опять То что надо иметь ввиду Когда вы такие вещи читаете Этому противопоставлено не бездельно Как раз мысль о том Что человек будет бездельничать Эта мысль невыносима Для всех И, скажем Представлять себе счастье Как жизнь, преисполненную безделья Я не знаю ни одного человека Который Выдвигал бы это как и делал Я просто Нет, я читал полно таких книг Написанных Все написаны не очень людьми Как человека сваливаются миллионы И как он счастливо живет Какие у него замечательная жизнь Ну и так далее, и так далее Но надо сказать, что Например, вот французская литература 19 века Довольно часто описывает Жизнь вот таких рантье Людей, которым не приходится никогда в жизни работать Не приходилось И в психиатрии Был специальный термин Ну, называется Слабоумие рантье Это очень вредный образ жизни Который приводит к слабоумию Это специальный термин Был психиатрический Сегодня его уже нету Этого термина Ну, там несколько терминов Которые в наше время Не употребляются Эти термины По разным причинам Я не буду считать Некоторые из них явно Политического плана Где не хотят На кого-то ставить печать Что это психиатрическое отклонение Но тем не менее То, что такая жизнь Она разрушительна Это понимают все И предложения нет Против этого стоит жизнь Ты не занимаешься ремеслом Но тогда ты обязан учиться Вот это альтернатива Совершенно очевидна Вот А проблема Проблема еще раз Если ты занимаешься ремеслом Ты пропал для мира еши С этого момента У тебя нет времени Восемь часов в день На работу в линдополож А если работа еще Какая-нибудь Не Как называется Не рукомесло Не ручная Где человек работает не руками А работает головой То обычно она еще и не восемь часов В день А больше оказывается И там Трудовая неделя Не сорок два часа А семьдесят Для ряда специальностей Ну Всегда так было И наша страна В этом смысле не отличается Там Скажем Работа адвокатов Прокуроров Я конечно понимаю Что у них руки чистые Не натруженные Но Работать по 70 часов в неделю Для них норма Для многих из них Но ты пропал Для мира И еще раз Опять Опыт С которым я сталкивался И мои знакомые Сталкивались Те кто Скажем У меня дочка училась В университете На юридическом Факультете Вот Говорит что Кому хорошо На юридических Факультетах В смысле учебы Кому учебы Ничего не стоит Которые Ну просто Бездельничать То есть они учатся Да Но При этом Им не надо Напрягаться Мальчики Которые пришли Из Ешины Для них Учеба На юридическом Факультете Это совершенно Элементарное занятие У них мозги Так устроены Но при этом Еще раз Для мира Ешина Они пропали Вторая Вторая тема Которая В связи с этим Поднимается Как бы Она неожиданная В этом Контексте Это тема Ежели я Бросил Учебу То тогда Давайте ради Богатства Вот смотрите Это Взгляд Который Он Не заметен И не говорится Прямо Но Он Следу И Его Ни в коем случае Нельзя произносить Слух Это мои комментарии К этому По причине Того Что я Более-менее Не представляю Какие источники В этом случае Предъявляются Как при этом Переходят А именно Есть Вполне Известное место В Талмуде Но Трактат Не да Да Что делаешь Что должен делать Человек Чтобы разбогатеть Внимание Резкий Переход Вот Нужно ли Работать До А вот Теперь Тогда поговорим Что в обмен На то Что я прекратил Заниматься Торой Давайте Разбогатеем Как бы Равноценный Обмен На Богатство И там Произносится Потрясающий Текст Что должен Делать Человек Чтобы Разбогател Он Он Должен Заниматься Как можно Больше Увеличивать Оборот Вот Если На современные Термины Переводить Термины Сделают Но Далее Следует Продолжение Многие Так поступали И им Это Не Помогло Что же Делать Человеку Пусть Просит Милости От того Кому Принадлежит Богатство Обычно Приводится Именно в таком Варианте Этот текст Но Фокус В том Что Он Читать Надо Целиком Такие Отрывки А там Отрывок Он куда Тоньше Лучше Тихо Хазаль Не любит Лозунгами Говорить Не любит Однозначных Выводов Балмут Это место Которое Очень Любит Но То Что Я Всегда Говорил Педагогическая Литература Наставительная Литература Для Юношества Это Изобретение Римского Мира Это Римская Империя Придумала Этот Жанр Плутарх Это Жанр На Каких Примерах Следует Воспитывать Детей Тара Таким Образом Не Устроен Она Нигде Морали В конце Не Приводится Вот Моралистическая Литература Это Агеография Если хотите Я знаю Не употребляю Но С кого Надо Избрать Пример Это Выдумка Не наша Наши Ребята Любили Оставить Человеку Домысленно Фильм С То Что Называется Книга Или Фильм С Открытым Концом Кстати Было Хорошее Еще Исследование В Очень Старое Исследование Где Выясняется Что Школьные Учителя Очень Не любят Фильм С Открытым Концом Они Любят Что В конце Были Расставлены Все точки Мораль Была Четко Проговорена Чем Кончилось Тоже Была Четко Проговорена Школьные Учителя Не любят Тексты С Открытыми Концами Талмуд Наоборот Очень Любят Так Вот Весь Отрывок Выглядит Так Три Вещи Три Вещи Связаны С тем С Обычными Вещами На Земле Что Сделать Человеку Чтобы Набраться Мудрости Сказать Ему Пусть Больше Сидит И Учится Пусть Меньше Трудится Отвечают На Это Многие Так Поступали И им Не Помогло Но Платить Надо Милосердие От Того Мудрости Кому Принадлежит Мудрость Вот После Этого Произносится И Далее Вывод Что Без Труда Над Учебы Мудрости Не Достичь Но Без Благословения Свыше Это Без Этого Недостаточно Надо Сказать Что Это Действительно Одна из Тем Мальчик Который Много Учился Много Старался И Выяснилось Что Нет У него Таланта К Учебе Я могу Показать Несколько Майс Современных На Тему Как Различные Равины Решают Трагедии Мальчиков Которые При Учебе В Харидин Школе Школе Которая Ближе К Шиве При Всех Своим Усидчивости И Желание Не Обнаруживает Неспособность К этой Деятельности Вот Это То Что Здесь К Он Старательный Он Усидчивый Он Старательный Ему Не Хватит Значит Но Там Мораль Тоньше Что Нужно Учиться Нужно Стараться И Просить Милосердия Свыше Чтобы Ну Как Сказано Хашем Даст Мудрость От Из Его Узнания И Разум Притчи Вот После Этого Идет Вот Это Высказывание О Трудах И О Разбогатеть Он Живит Тоже Сам Только Там Разбогатеть Мудростью А Здесь Разбогатеть Бизнесом Нужно Благословение Без Благословения Ничего Не Бывает Ну И Третий Рецепт Который Там Был Что Нужно Чтобы Родились Мальчики Ну Это Пожелание Многих Мужчин Чтобы Родились Мальчики И Там Приведено Несколько Рецептов Как Это Сделать Не Буду Рассказывать Как Делать Мальчиков Потому Что Кончается Точно Тем Же Самым Просить Милости У Всевышнего Потому Что Это Слышь Дается Но Хочу Заметить Одну Вещь Что Действительно Очень Много Народу И Это По-моему Ровное место В Талмуде Что Богатство Оно Как бы Дается Не по трудам А по благословению Но без трудов Оно не дается Точно Но Мы не обсуждаем Те Случаи Когда Папа Миллионер Мы обсуждаем Те случаи Когда Бедный Или Несостоятельный Человек Разбогатель Да Но Далее Значит Вот Дальше Вот Когда Я Приводил Примеры Талмуда То Есть Два Дальнейших Примера Которые Просто Не Могут Несколько Таких Примеров Которые По разному К таким вещам Относятся Но Значит Ну Какой-нибудь Пример Вот Более Поздний Обсуждается Вопрос Значит Можно ли В пятницу Отплывать На Корабле Значит Вот Для того Чтобы было Понятно Вот В харидивном Мире Все эти Проповеди Которые Я сейчас Произношу Они Четко Разделяют В голове Нас У нас Учили Четко Разделяют Это проповедь А это Повседневная Жизнь Где мы Определяем Что Является Климеда Мерилом Мерилом Практичности Ответ Галаха Вот В Галахе У нас Есть Идея О том Что Труд Это заповедь Ответ Есть И Пример Он Неожиданный Обычно Как обычно Значит Есть Правило Которое Там Спорят Почему Это так Но Есть Правило О том Что В дальнее Путешествие В морское Путешествие Не Отправляются Накануне Суббота Там Идут Споры По каким Причинам Но Как бы Считается Что нужно Отправлять Что В морское Путешествие Следует Отправиться Не в Пятницу Не в Четверг Даже А в Среду Что Быть Далеко Есть По этому Поводу Рабей Но Там Рабей Но Там Ну Вот Известный Мудрец Да Он Мудрец Тософота Время Тософот Который По этому Поводу Совершенно Лихо Пишет Простой Вей Что Торговые Дела То есть Работа По Бизнесу Считается Заповедью И Можно Отплывать На корабле Даже Накануне Суббота Значит И Количество Людей Которые Согласны С этим И цитируют Это Связано С тем Что У нас Человек Человек Который Отлывает По Торговым Делам Занимается Заповедным Делом Трудится Это Заповедное Дело По этому Поводу Правила Осет Мемицва Патур Мемицва Тот Кто Занят Заповедью Свободен Других Заповедей Он Занят Заповедью Какой Трудом Вот Рабейну Там Раз за Разом А это Рабейну Там Это Второй После Раша Вообще Для тех Кто Не Понимает Это Его Внук Но Он Как бы В Тософоте Он Один Из Первых В Тософоте Он Всегда Раз за Разом Пишет По Поводу Того Что Труд Это Заповед Мэйри Пишет О том Что Труд Это Заповед О том Что Это Благородное Дело И Все Они Ссылаются На Простую Веки Кстати Они Удивительную Ссылку Делают Что Человек Призван Сотрудника Всевышнего В этом мире А Поэтому Обустраивать Этот Мир То Заниматься Трудом Это Заповедная Значит И Например Потрясающее Обсуждение Вот Тот Кто Подслушал Нас Перед Уроком Мог Слушать Это Обсуждение Значит Ремесленники Не Обязаны Вставать В Знак Почтения К Талмидей Хохамим Мудрецам Во Время Работы И Там Объяснение Почему Потому что Они Заняты В это Время Заповедью Каким Трудом И Труд Это Заповед И вот Здесь Есть Я не знаю Может быть Не на Этих Уроках Я регулярно Ссылаюсь На Мири Которого Я Очень Уважаю Автора Значит По разным Причинам Связанных С личными Скорее Личными Такими Вделами Но он Сыгде Все Прочем Говорит Помните Помните Труд Это Заповедь Тот Кто делает Должен Понимать Что он Выполняет Заповедь Тот Кто Труд Особенно Труд У него Должна Быть Кавана То есть Внутренней Мысли На то Что он Исполняет Заповедь Как сказано Шесть дней Работы Цитирую Мири По этому Поводу Надо трудиться А тут дальше Только Мири По его способам Поэтому Трудиться Надо С уважением Труду Но не так Как будто Человек Это самое Испытывает Бешенство Как Ощель Но Без Не бешенство Как В общем Не слишком Не сходить С ума По работе Без Упертости Без Нет Не упертости Там другое слово Капотше Это Без фанатизма Без фанатизма Конечно же Без фанатизма Это заповедь Вы должны Исполнять ее Но без фанатизма Вот Это Мири Во всей своей красе Он Он Человек Очень практичный Там есть парочка Была Безумно Вот этой эпохе Людей Еще один Был Радын Ишая Гудатране Такой Малоизвестный Человек Не в ешитных Кругах Ешитных Кругах Это Супер Актеры Они Они оба Просто иногда Я Очень люблю Те места Где есть Его комментарии К Талмуду Ишая Гудатране Мири Есть Ковсим Том Значит И следует Трудиться Хабот Голубавот Опять Еще один Из Любимых Авторов Он Невыносим Стилистически Его читать Я сразу Предупреждаю Не читайте Его Если вы Не любите Такую Арабскую Восточную Стилистику Это Подробно Монотонно Педантично Все перечисляет Путей Ведущих Счастью 14 А именно Первое И пока Он все 14 не Перечисляет Он не Успокоится Он не Способен Успокоиться И вся Книга Таком Стили Но Мышление Роскошного Человека Если бы Вот этот Занудный Стиль Цены Б ему Не было А мысли Роскошного Человека Он Совершенно Замечательный И Пусть Занимается Ремеслом Имеет Ввиду Что он Служит Создателю Который Дал Заповедь Заниматься Устроением Мира И Исправлением Его Заповедь Это Надо иметь Ввиду Значит Я хочу Сразу Сказать Что дальше Обычный Переход Здесь Вот Какой Что Важнее Важнее Что Значит Тогда вопрос Третий Итак Значит Труд Это благородное Дело Учить Тору Еще благороднее Вопрос Как бы Их Собнести И Здесь Есть Стата Которые Приводят Все Без Отключения Потому что Я сейчас Привожу Трактат Брахот Учат На Стату Раби Ишмаэль Говорит Что Следует Значит Дайте Я просто Зачитаю Так проще Будет Сказано Не отойдет Книга Торы От Уст Твоих И Сказано И Соберешь Урожай Свой Как Их Совместить Ответ Собирать Урожай Сеять Урожай И так Далее Надо Делать Как Положено Сказал Раби Шмей Раби Шимон Бар Йохай Говорит Разве Может Человек Пахать Когда Пришло Время Пахать Сеять Когда Пришло Время Сеять Жать Когда Пришло Время Жать Ну Дальше Там Веть Во время Когда Дует Ветер Что Будет Сторой Если Человек Всем этим Будет Заниматься Но Когда Евреи Делают Волю Небышнего Их Ремесло То что Необходимо Для пропитания Создается Чужими руками А Когда Не Выполняет Волю Всевышнего Не Выполняет Чужими Руками Значит Вот Этот Спор Раби Ишмаэля И Раби Шимона Он Он Такой Смазной Раби Шимон Говорит Что Когда Раби Ишмаэль Говорит Ну Как Человек Должен Кормиться Он Должен Трудиться И Хорошо Когда Свободное От трудов Время Которое Необходимо Для пропитания Вот Обрат Внимание Вот Теперь Речь Шла Пропитания Когда Раби Шимон Бар Йохай Говорит Нет Надо Все Бросить И С небес Все Дадут И Все Будет Хорошо Вроде Б После Чего Сказал Абай Это Сильно Позже Века Три После Многие Поступали Как Раби Ишмаэль И Успешно И Многие Поступали Как Раби Шимон Барьюхай И Безуспешно Иными Слова То Что Говорит Абай Это Вдруг Такой Ушат Холодной Воды Когда Раби Шимон Барьюхай Говорит Что Если Вы Забросите Все Дела И Начните Учить Тору То Оно Само Сделается Другие Сделают На что Абай Говорят Вот Те Кто Занимается Ремеслом У них Удается И Кстати Это Часто Повторяется Те Кто Пытаются Заниматься Ремеслом И Торы Многим Удается Тем Кто Только Торы Мало Кому Удается Но Здесь Удивительно Другое Вообще Надо Сказать Что Талмуд В Вимонский Регулярно Во времена Оны Назывался Габайот Абай Ибро Споры Абай Ирова Они Родственники На самом Деле Но Они Вечно Стоят Значит Сказал Рова В Ешине Своим Ученикам Прошу Вас Не Показывайтесь Мне на Глазах В Нисан И В Тишры Нисан Это Время Время Самых Напряженных Хозяйственных Работ Израиля Вообще Тишры Это Сбор Урожая И Подобные Вещи Вот Этот Сбор Урожая Там Требуются Все руки Какие Есть Почему Чтобы Чтобы У вас Не было Проблем С Пропитанием Тишин Не было То есть Они Дружно Это Говорят Более Есть Галактический Медраш Мехил Где Тот же Самый Раби Шимон Бар Йохай Говорит Тара Дана Только Тем Кто Ест Ман Ибо Как Ман Это Манна Небесная В пустыне Ибо Каким Образом Человек Может Заниматься Торой И не Знать Откуда Придет Еда И питье Откуда Придет Одежда И Покрывал Тара Дана Только Тем Кто Ест Ман То есть Кому Не Спасылает Ман Небес Жестокое Высказывание Как бы Он Говорит Что Состоятельным Людям Правда Он Добавляет Вышнаем И Второй Вслед За ними Те Кто Ест Труму Трума Для Раби Шимона Бар Йохая Это Конечно Ж Коэн 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 Имеет Право На Бесплатно Бесплатно Веду От Силу Народа Израиль По этому поводу Вот я не знаю Мне нужно Обычно Здесь Начинают Говорить Вот о чем Так Как Количество Проповедей В Ешиве Которые По разным Образам Преподаются Количество Книг Которые Ученики Ешивы Читают Достаточно Большое Которое Свозится К следующей Мысли Что Ежели Ты будешь Заниматься Турой То Пропитание Тебя Найдет Вот Эта Мысль Она Как бы Там Витает В этом Мире И Понимаете Когда речь Идет О подростках Которые Ну Содержат Родители Иногда Еще Есть Всякого Рода Стипендии То Она Хороша И Как бы И когда В это время Им говорят Вы Учитесь Главное Учитесь Это все Замечательно Вопрос Взрослой Жизнь Когда Этот Человек Перейдет Вот Что С этой Мыслью Делать Ведь Где-то Для Всех Подростков Другого Мира В каком-то Возрасте Там Незадолго До Кончания Школы Обычно Появляется Мысль Кем Я Кем Быть В смысле Чем Я буду Зарабатывать Здесь Как бы Этот Вопрос Он Затирается И В результате Воспитывается Некоторый Взгляд На мир Что Главное Учиться А еда Придет Вот Это Некоторый Взгляд На мир Который Благовоспитан С Юных Лет И В результате Огромное Количество Обсуждений Вот Если Вы Открываете Книгу Типа Бетахон Бетахон Имеется Министерство Обороны В современном Говорите Слово Бетахон Это Где-то Министерство Обороны Да Вообще Бетахон Это Уверенность Бетахон Это Что Как бы Во всех Средневеков Скажем Книгах Почему-то Считается Что Уверенность Бо Всевышним В то Что он Прошлет Пропитание Стоит наряду С уверенностью В том Что Всевышний Пошлет Извлечение Как бы Средневековая Мысль Она Ну Средневековая Ну да Она Как бы Ну да Весьма Поздно Она Как бы Здесь Ровное Место Что Надеяться На Всевышнего Что он Прошлет Пропитание И Надеяться На Всевышнего Что он Пошлет Извлечение Это Одно И То же И А Если Учесть Что Вообще Еще Со времен Талмуда Идет Обсуждение Нужное Ли Значит Ну давайте Какую-нибудь Аналогию Самое Простое Состоит В том Что Честно Значит Есть Известное Место По поводу Того Что У Врачей Откуда В Торе Мы Учим Что Можно Лечиться И Лечить Ответ Там Есть Что Человек Который Нанес Телес Ближнему Телес Ближнему Своему Ближнему Ближнему Пишет Одно И И И И И И И И Да, конечно, надо молиться, но это одно другому не противоречит от слова «вообще». И, значит, и опять вот я упомянул Бах-Ейбен-Пакуда. Бах-Ейбен-Пакуда. Был предпесленно свыше. И, ну, давайте целиком цитату. И всякие те, кто трудятся, им заповедано искать заработок вместе с тем, чтобы быть уверенным, что Бог поможет. Ибо из его власти послать заработок, и он гарантирует человеку прислать то, что нужно по причинам, которые он захочет. Проблема вот какая. Насколько отвечают молитвы? Вот не является ли желанием человека пойти зарабатывать умолением его веры Всевышнему? Вот это причина. Вот то, что обсуждается. Или надо молиться, этого достаточно, и все вам пошлют. Есть фантастический текст, есть книга, которая называется, она почему-то в популярной литературе редко упоминается. У Раби Мошебен Маймона, у Рамбова, был сын Авраам. Он очень поздний ребенок вообще, Раби Авраам. Он очень поздний ребенок. Я не уверен, что он сильно идет по стопам отца. Он несколько, там, склоняется, не буду входить в философию. У него есть книга Сеферма Спикла в Эдхэше. Книга, достаточная для службы Всевышнего. И да, при этом он блестящий автор. Раби Авраам, сын Рамбов. И вот здесь я хочу прочесть просто действительно некоторое гениальное высказание. Вера Всевышнего и уверенность с Нем состоит в том, что человек во всех вопросах полагается на Всевышнего, а не на повседневные средства. Если человек заболел, ему надо знать, что он может выздороветь непосредственно по велению Всевышнего. Желание, но желание, опираться на чудеса, которые противоречат законам природы. Перед человеком стоит выбор. Опираться на чудеса, которые посылает Всевышний. Или оставаться в рамках природы и надеяться на то, что помогут простые действия. Как следует себя вести? Тот, кто... Вот теперь дальше следует ответ. Тот, кто ставит все свои надежды на чудеса без надлежащей подготовки и действенных природов, если у него нет надлежащей высоты, ему не было откровения свыше, он не имеет основания в прямой поддержке небес на уровне небежия, то он желает то, чего он не достоин и виновен в наглости, которая ведет к поношению имени Всевышнего. Вот это высказывание, оно редкое в этой литературе по поводу того, что вот количество народу, которое говорит, и это действительно красиво, и это действительно выглядит правильно. Верь в Бога, и Он пошлет тебе пропитание. Я верю искренне верю в это. Вопрос, насколько это применимо ко мне. Ведь то, что я сейчас говорю, это прямое требование чуда. Ты должен послать мне пропитание, как бы. Вот тот же Маир, когда комментирует Пиркиябов, говорит удивительную вещь, что люди во времена Оны говорили, что мне здесь плохо, я перееду в Иерусалим, во времена, когда был храм, пророки, и там точно, совершенно у меня все будет, потому что я буду ближе к источнику чуда, и мне все пошлю. Наверное, наверное, он прав, потому что идеальное время в исполнении и Маирии, а он под влиянием заведомо находится, его доглядей, который описывает идеальный мир именно так. Храм, священники, все занимаются торой, служат Богу, Бог отвечает, и его присутствие ощущается всеми. Это идеал, чудеса случаются каждодневно. 600 тысяч пророков в Израиле, живущих одновременно в окрестностях Иерусалима. Это есть счастье. И это, ну, если вы читаете Пузари, то именно такая жизнь вернется. Но! Сегодня жизнь другая. И, наверное, есть люди, которые могут себе это позволить. Но! Тот человек, который, не будучи праведником, надеется на такое, по рабе Аврааму, сыну Рамбома, это просто надеется. Спасибо. Ну да. А дальше, когда мы говорим о таких делах, большинство... Простите, пожалуйста, а в этих спорах никто не приводил в пример Якова его поведение перед встречей с Исавом, когда он сначала все сделал и только потом молился? Ну еще раз, вообще-то нормальная ситуация, я могу сказать, норма абсолютная, которая... Вот теперь вопрос о количестве, то, что называется диалектик, я не люблю это слово по разным причинам, но это она самая родная. Все прекрасно понимают одну вещь, что человек, конец предпоследней главы книги КГ, ты не знаешь, в какую сторону падует ветер, ты не знаешь, что случится. Все равно сей, поши, постарайся разделить свои дела. Но вот все согласны с одной вещью, что любая деятельность должна быть с верой в то, что результат зависит от благословения свыше. Человек, который делает что-то без молитвы об успехе, он глубоко не прав. Значит, сказано, что тот, кто не молится о пропитании, вот обратите внимание на... Тот, кто не молится о пропитании, он мехасурэй эмуна. Это человек, у которого не хватает, недостаток веры. Человек, даже если он хорошо зарабатывает, обязан молиться. Человек обязан понимать, что то, что он делает, оно происходит по велению свыше. Теперь, если подвинуться в эту сторону, куда подвинуться теперь? Можно сказать следующее, что так как все в конце концов подсылается свыше, то зачем мне что-то делать? Можно подвинуться в другую сторону. Но ссылка на праотцов в том, что они все трудяги. А все наши праотцы трудяги, четыре там, три праотца плюс Йосеф, кого вы не возьмете. Ицхак башет и копает колодцы, Авраам трудится. Ну, и так далее и тому подобное. Йосеф трудяга, да? Весь рассказ о Йосефе в Египте, это рассказ о трудяге, да? Все они трудяги, все они верующие люди, все они. Ведь вопрос же не о... Вот вы неправильно сказали по поводу о том молились. Он все сделал. Вот Яков в истории перед встречей с Лавой как бы предпринял все меры, какие возможно, а после этого, понимая, что этих мер может не хватать, что или они избыточны, уже неважно. Он, занимаясь этим, надеется на Всевышнего. Это правильное положение. Вопрос ведь, он же очень простой. Вопрос, что ты выбираешь. В какой-то момент любой человек выбирает, он продолжает жизнь в Ешиве. Ну, если у него нет источников, то самое вот это высказывание того же Ражби, который говорит Рабишимана Барьюхая, который говорит, что человек должен все бросить и заняться учебой, и об этом очень много у Воложенского Рэба есть. Но он же говорит, что вообще-то заниматься тором может только тот, кому не посылают пропитание свыше, то есть каким-то образом, неважно каким. Родители, спонсоры и тому подобное. Но в какой-то момент человеку этого мира приходится решить, работать или не работать. Продолжать такую жизнь или... Жизнь очень бедная, кстати. Еще раз. Эта жизнь в хоридивном мире – это удивительный какой-то гибрид. Она требует довольно много денег. Она дорогая жизнь. А в каких-то отношениях, наоборот, дешевая жизнь. По-разному. Зависит от того, о чем мы говорим. Либо все-таки надо пойти и заняться трудом. Где-то этот вопрос надо решить. Причем решить его надо не на уровне земном. Потому что на земном уровне ответ каждый дается. А на уровне в душе совершаю ли я грех тем, что бросаю учиться, иду работать. Или я поступаю правильно и переключаюсь с одного, с исполнения одной заповеди на другую. Я понимаю, что... Талмуд Тарака на Гаткулам. Тем не менее, я считаю, что человек должен трудиться, потому что таков его долг свыше. Вот это обсуждение для хоридивного мира, то, что я сейчас привожу. Я иду по кругам очень стандартно. Любой текст, который вы на эту тему найдете, он будет ходить по этим кругам. Найдутся разные украшения текста. Я ведь, естественно, привел мне всю сотню цитат, которые положено по этому поводу приводить. И не все тысячи аргументов, которые есть во все стороны. Тем не менее, вот этот вопрос, который следует решить каждому человеку хоридивного, каждому мужчине хоридивного мира, не скажу, что он решается хорошо и правильно всеми, он по-разному решается разными людьми. Кто-то устраивается, кто-то нет, кто-то идет работать. Я бы не сказал, что все, кто живут в этом мире, в тот момент, когда уходят из мира, и ешивы ведут себя достойным образом, потому что человек как-то попадает в новый мир обстоятельств, и не всегда приспособленный к ним. Такое тоже бывает. Тем не менее, в этом мире, вот я говорю специфически, а я здесь хочу говорить, и это может быть важно. Хоридивный мир – это не еврейский мир, в том смысле, это не весь еврейский мир. Это некоторая калька с мира ешивот ашкенавских, ешивот в основном польских и литовских, ешивот, но различить польщик не всегда возможно. Это некоторая калька оттуда, как это устроено. Этот мир более-менее, у него проблемы с мастеровыми и отношения к мастеровым, потому что как бы у них есть идеал. Идеальный человек – это тот, который учит Тору день и ночь. Поэтому только любой человек, который занимается чем-то другим, он отступил от идеал. Вот это тут надо понимать про этот мир. Когда вы говорите именно про этот мир, вы должны это хорошо понимать. Там это очень резко проявляет. То, что я сегодня говорил, это кусок именно из этого мира. Эта проблема этого мира, он не столь остро стоит в мире нехредим. И там в религиозном мире, который вне хредимного мира, этот вопрос стоит куда менее остро, чем то, что я сегодня говорил. Специально оговорился в самом начале, о чем я собираюсь говорить и о каком мире я буду говорить. Но вот эти круги, о них нужно просто иметь в виду. Вот заработок как религиозная проблема. Вот я хочу обратить внимание, что работа для заработка как религиозная проблема в такой остроте стоит только в том мире. Как правило, в других местах он стоит менее остро. И да, вот, например, в мире вязаной кипы все прекрасные, все знают, что они собираются работать, но есть, все знают, есть некоторые мальчики, которые не смогут жить без торы, и у них есть специальное заведение, но тут уж ничего не поделаешь. И они туда пойдут. Но обратите внимание, что как бы... Такое случается, и это хорошо, но... Но... Понятно, да, чего-нибудь? В хридином мире ровно наоборот. Некоторым мальчикам придется уйти из мира. Вот это две разных взгляда на мир. Я не знаю, насколько это хорошо ложится в темы, которые объявлены евреи и деньги, но мне показалось, что один раз показать вот этот мир и вот этот взгляд на мир полезно, потому что я не уверен, что все хорошо понимают этот мир. Ну да. Но, наверное, можно и кончить. Очень интересное. Очень интересное отца-отца. Я согласен где-то с тем, что говорила Саша. Премьер Яков Фавенов сюда приходит в голову и как бы его... Смотрите. ...опыты со стадами и с прочими, и его тяжелая работа Лавана, и как бы сильный образ работающего праотца. Это сильный образ работающего праотца. Но вам со времен... Смотрите. Ведь главная настольная книжка мира Ешевод это книжка Натвишка Хаэм. Душа Хаэма. Или душа живая, но дело в том, что есть старая традиция в названии книги имя автора включает. Имеется в виду книга Хаэма из Воложина. И она является настольной книгой собственно мира Ешевод. По поводу того, что... Как жить в Паторе. И она, собственно говоря, то, что я сейчас рассказываю, глубоко базировалась именно на этой книге. И там как бы главная идея этой книги состоит в том, что наше время другое. В наше время всюду бесится Шетха-Шеха-Ха, черт, который заведует забывчивостью. Поэтому, ежели не заниматься Торой денно и ношно, это не он, но вокруг него люди. Денно и ношно, то она пропадет. По этому поводу каждый человек, который приходит в мир Тора, спасает свою душу от ада и попадет точно в рай. Я более-менее... По этому поводу всякий, кто уходит из мира Торы, даже за ремеслом, это трагедия жизни. Потому что, да, конечно, из мира вне Тора можно попасть в рай. Та самая ссылка на тексты, который после Бегаса вне Торы произносится, да. Бекур Халим, как Насад... Вах Насад Орким, Бекур Халим, как Насад Калал, и Бея Дхамет. Да? Вот это вот список. Это все. Элу дворим шеем шеур, эти вещи. Не награду, за которую человек получает в этом мире, а основной фонд остается для мира грядущего. Вспоминаю вам этот текст. Все все прекрасно понимают, но, тем не менее, в наше время, вот эта идея, в наше время все по-другому. Что в наше время невозможно уделить немножко время Торе, а остальное время заработку, это позиция, проведенная 100 тысяч раз в том мире. Я не буду зачитывать все, что по этому поводу есть. могу сейчас открыть, найти парочку высказаний на эту тему, но в наше время все по-другому. Вот это, у них идея вот такая. А по этому поводу примеры прошлого на наших праотцов, на мудрецов Талмуда, они не работают. Тебя просто говорят, без маны, но что они? Наше время, у нас, мы живем в другое время. У нас все по-другому. Вот что я вам скажу. И это очень мощная идеологическая позиция. Да, для себя, безусловно, то, что ремесло, это, смотри, если учесть, что я исхожу из того, что человек создан по образу и подобию Божьему, это означает, что человек творец в какой-то мере, а поэтому любой местный, он творец, и это исполнение предначертания человека, в том смысле, что он образ и подобие Божия, занимаясь ремеслами. Я прекрасно, я читаю, что лоха – это очень высокая идея. Но это моя позиция. Я не могу ее навязать другим. Я убежден в том, что Рамбов нас учил, что человек является образом и подобием Божьим, но в смысле, что человек – существо мыслящее. Это Рамбов говорит. Я-то считаю, что человек создан по образу и подобию Божьего, потому что он творец, человек тоже творец. Потому что в тот момент, когда сказано, что Бог создал человека по образу и подобию своему, к этому моменту, мы про Бога знаем только одно, что он творец. Это единственное, что мы знаем на этот момент. Нет? Не замечал? По этому поводу, человек, образ и подобие Божьего человека – это то, что он творец. Правда, довольно интересным образом, потому что для того, чтобы человек стал творцом в современном смысле слова после знания Израиля, у него должен быть Ецархара, и любое ремесло, оно связано с Ецархарой, с дурным началом. Но это уже длинный разговор, но и совершенно не из области этих уроков. Окей. Но еще раз, в этом мире считается, что тебе просто скажут, в наше время все по-другому. Ну вот так. Окей. Ну хорошо. Большое спасибо. Это было интересное дополнение к предыдущим лекциям. Связь прошлого с настоящим, скажем так. Окей. Будем думать дальше. Ладно. Тогда все. До доброго. Счастливо. Пока. Пока. Спасибо. Пока. Пока.